Сегодня последний учебный день в школах Серпухова. С понедельника неделя каникул. А с 30 марта сроком на две недели дети перейдут на дистанционное обучение. Как оно будет организовано, расскажем далее. В 10-м А-классе по списку 28 человек. К сегодняшнему дню все 28 человек, как вы видите, присоединились уже к системе и готовы к выполнению заданий. В Серпухове сегодня заканчивают подключение учащихся к онлайн-школе Фоксфорд. Фоксфорд педагоги формируют на портале классы и приглашают в них детей. Для этого отправляют ссылку на электронную почту, сообщения в социальных сетях или мессенджерах. Ученики старшей школы могут подключиться к дистанционным ресурсам самостоятельно. Младшим, конечно, должны помочь родители. В индивидуальном порядке такой опыт уже имелся. У нас есть дети, которые именно обучаются в дистанционном режиме. Но в таком масштабе, конечно, впервые. Задача родителей сейчас максимально оперативно подключить своих детей к системе школьного портала, перейти по тем ссылкам, которые направляют им классные руководители, чтобы каждый ребенок мог получить эту ссылку, мог зарегистрироваться в онлайн-классе и приступить к занятиям уже 30-го числа. В 10-й школе, например, к порталу подключены уже 98% учащихся. До понедельника во всех образовательных учреждениях округа подготовка должна быть завершена. С 30-го марта учителя-предметники будут заходить в каждый электронный класс, формировать задания и уже через школьный портал отправлять ученикам ссылки. Второе приложение работает в школьном портале. Это приложение называется «Домашние задания онлайн», которое уже подключено к каждому личному кабинету ребенка. То есть там регистрироваться детям не придется. Данные выгружаются автоматически в личный кабинет. Учителя смогут там оставлять домашние задания для детей и затем их проверять и оценивать. Сегодня наша задача посидеть, поработать на данных платформах, начать отбирать материалы уроков, корректировать рабочие программы, выставлять и высмотреть время, отбирать удобные задания для детей, которые затем, после окончания каникулярного периода, это с 30 апреля, через школьный портал, заходя в свой обычный электронный дневник, и родители и дети увидят уже ссылки и могут начать работать в дистанционном режиме. В онлайн-школе сформированы курсы по всем предметам для каждого класса. Здесь можно смотреть онлайн-уроки, видео-лекции, работать с интерактивными презентациями. Я выбрала урок истории пятого класса, включила ссылочку в видео урока, и вот педагог как бы дает информацию по данной теме, Древний Рим, и, соответственно, вот мы видим справа, дети пишут определенные комментарии, в общем-то, понятно, непонятно, что-то, задают вопросы. Если при подключении к дистанционным ресурсам или при работе с ними возникли проблемы, в первую очередь можно обращаться к классному руководителю, а также в техподдержку онлайн-школы или на горячую линию Комитета по образованию.